Привет всем охотникам! В личке часто спрашивают, чем я занимаюсь, если не секрет. Секрета нет. У нас профессиональная команда специалистов в сфере сельского хозяйства, в частности растеневодство, мясное и особенно молочное животноводство. Работаем как с крупными агрохолдингами, с большим земельным банком в несколько сот тысяч гектар и большим поголовьем крупнорогатого скота, с дойным стадом коров, так и с крестьянско-фермерскими хозяйствами. Кому интересна эта тема и направление, пишите в телеграме или на электронную почту. Все ссылки в описании под роликом. Будет интересно пообщаться по различным регионам, особенно Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Россия. Сегодня будет ролик о ножах. Расскажу о своих ножах теми, которыми непосредственно пользуюсь и которые у меня прижились за многие годы. Ну не то, что там за многие годы, но последние там 4-5 лет. Значит, нож. С моей точки зрения. Вернее, еще даже так лучше начать. Есть такая пословица. Все, что до выстрела, это охота, после выстрела работа. Ну, я так живу, стараюсь жить, чтобы мне каждая минута приносила удовольствие. И чтобы эта работа не превращалась в мучение. У меня нож. Мне нужен нож. Ножей я перебрал массу. У меня златоустовские были. Были кизлярские. Ну и с простой там стали 65Х13, где-то было 95Х18. Пластилин. Ничего мне не зашло. Безопасности нет. Функционала нет. ZEPProm. То же самое. Либо перекалено, либо недокалено. Но нет. В общем, исходя из своего опыта и практики, сам разрабатывал форму. Работал с мастером непосредственно. Два моих ножа, которые непосредственно работаю, которыми на охоте. Либо тем, либо другим. Они выполнены из топовых стали. Это стали премиум плюс. На сегодняшний день их найти очень проблематично. Маловероятно. И стоят они космос. Сейчас Саше Лобачеву делаем со 125-ки. Цена ножа 70 тысяч. Работа 70 тысяч. Поэтому я вам сегодня хочу рассказать за те стали, которые будет вполне достаточно, которые я сам под себя выбирал. И ценник будет в разы, в разы отличаться. То, что на сегодняшний день можно достать. И с которыми хорошо научились работать как мастера, так термисты. И, собственно, даже если вы возьмете один вид стали. Термист. Термис очень важен. Возьмете вроде сталь одинаковая. Сделает один и тот же мастер 10 ножей с этой стали. Но будет 10 разных термистов. И все ножи будут резать и работать по-разному. Поэтому здесь нужно тщательно подходить к мастеру, к термисту, к стали. Функционал. Охотничий нож. Для меня важен функционал. У кого нет денег, купите нож Мора. Топора хватает на рынке ножей, которыми вы выполните эту работу по разделке добытого зверя. Без проблем, но и без удовольствия. Функционал ножа. Первое. Нож должен... Им должно быть легко зарезать, либо дорезать зверя. Ошкурить. Вскрыть грудную клетку, разобрать по суставам без топора. Все разобрать по мышцам. Безопасность. Чтобы у вас рука не соскользнула, не стыла на морозе. Застывает, может соскользнуть в жиру, в крови. Элементарно. Я про это рассказывал. Вот. Упор у вас должен быть. Чтобы не попадало под холодное оружие от края. Здесь вот не более 5 мм. Но можно же это обойти углублением самой рукояты. Так. Что еще? Предсказуемость. Характеристики. Необходимо... Сталь должна быть такая, У которой предсказуемость режущей кромки и долгое его удержание. Без справки, как минимум, вы должны разобрать одного хорошего кабана, сикача, ну там, от 140 килограмм и выше, и одного лося. И нож не править. Это не всегда просто сделать, особенно за сушливую погоду. Где-то добыли, нету даже мха, воды нету, нож в жиру, в крови. И поправить его тяжело, не говоря же про то, что точить. Ну, это мучение. Поэтому, кто, у кого позволяют финансы, я вам сейчас назову стали, который подбирал для себя. Я непосредственно эти ножи пробовал на охотах у кого-то. Да, и мне вот зашли 3 углеродки и 2 коррозионно устойчивые. Значит, из стали рекомендую углеродки. ПМД 60 на 67 единиц твердости, не выше. Ванадис 23 на 65 единиц ашерси. К390 на 64 единиц ашерси. LMAX и M390 не более 63 единиц твердости. Вот, LMAX и M390 достаточно давно на рынке эти стали. С ними научились хорошо работать, как термисты, так и мастера. Ну, блин, мне очень нравится. Значит, по углеродистым сталям, высокоуглеродистым, да. ПМД 60, Ванадис, К390. Если вы заказываете себе этот нож, и их, кстати, делают в ламинате, чтобы он там не темнел и вид был красивый. Все это можно сделать. Когда вы заказываете себе такой нож, вы должны понимать, что этим ножом можно делать, как этим ножом пользоваться, и какой уход. Маломальский уход должен быть следующий. Поработали, его промыли, протерли насухо. Вот у меня, допустим, ХАП-72. И в рюкзаке всегда под него тряпочка. Пырскую ее обычной ВДшкой. Чтобы протереть. Потому что высокоуглеродистую, режущую кромку, она темнеет, ржавеет достаточно быстро. Попали там где-то под дождь, где-то влажность, снег. Все, поржавеет. Что еще по мастерам, да, хочу сказать. Найти мастера очень тяжело. Да, их очень много в интернете, но когда ты начинаешь вникать в детали, и говоришь, что вот мне нужен вот такой нож, вы знаете, мало кто его может исполнить. И я задался этим вопросом потом, впоследствии, почему так. А потому что основная масса собирают из заготовок. То есть купили лезвие, набрали ручку, все это красиво, раз, все. Действительно мастер, мастер вам раз, цермист два. Вот, поэтому ножи для меня это важная вещь. Я их люблю, они мне нравятся. Я знаю, что ими можно делать. Вот сейчас еще вам покажу самый основной нож, которым я пользуюсь каждый день. Вот просто каждый день. Как бы это ни звучало банально, но вот, мой кухонник никому в руки я его не даю. Выполнил в стиле японская бунка. Тоже со 125-ки, кстати. Но вот можно было обойти всего двумя ножами. Но на тот момент мне хотелось охотничью еще с ХАП-72. Но на самом деле, как показала практика, лучше бы с ХАП-72 я сделал кухонник, потому что ну он всегда имеешь возможность его помыть, вытереть. И вот сай такие. Он вообще ну пришел в калировки, такая деревянная, очень красиво сделана. Все классно. Но вот этим ножом это каждый день. Вот представьте, каждый день, допустим, ты даже по там 20 минут пользуешься им в день. Вот умножить это на год и это вот мой любимчик. Охотничий тоже, да. следующий мой нож на кармане был бейджман бараш 581 подарил своему другу на день рождения. Остался у меня один это Zero Tolerance тоже лимитированная версия его не купите. Ну, где-то можно только у кого-то с коллекцией. Но я ножами пользуюсь. Я их для этого и покупаю, чтобы он не лежал на полочке, а получать от него удовольствие. Это флиппер выполнен просто. Вот просто сделать это самое сложное. Выполнен просто, но настолько надежно. Ему по-моему лет 5 у меня но все четко по центру нигде ни шато ничего. Кстати, я раздел ни одного кабана и ни одного лося. Вот этим немножечком. Так скажем, почему я пришел к порошкам. Когда я себе купил Бейчмон Бараж 581 и я попробовал что такое порошок. Там сталь была М390 они там бывают еще Д2 но там было М390 и ты понимаешь насколько это классно это вообще как бы небо и ну вот этим пластилиновым там 65 это как до луны. До порошков им как до луны. Почему порошок? порошок однородность однородная структура у нее предсказуемость режущей кромки то есть еще важно рабочая острота нужно не путать первичную остроту с рабочей первичная острота вот когда вот только заточили нож но она у вас уйдет быстро и вот вам важно чтобы рабочая острота сохранялась как можно дольше и была предсказуемая чтобы он у вас не стал тупой внезапно как вот с пластилиновых стали особенно ножи закпрома все он сел и ты мылишь 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 толку нету а еще работы очень много и вот что у меня прижилось за многие годы я его и на поясе ну и всегда он с собой всегда он у меня под рукой мультитул викторинокс офигенная штука им пользуюсь каждый день через день там где-то лампочку где-то плафон дома где-то надо розетку добавить все есть ну понятно там не такое правило без вопросов ты им все сделаешь в этот набор единственное что докупал это еще пинцетик вот этот пинцетик вытаскивать занозы полезная штука и очень полезная штука оказалась вот эта маленькая отверточка я я сначала думал ну что там ей можно сделать а потом когда почитал за ней это отверточка подкручивать болтики на очках вот допустим летом солнцезащитный вообще любая отверточка вот эта блин ну реально классно попробуйте найти отверточку у многих проблема расшатывается потом надо нести куда-то простое решение швейцария есть швейцария у них есть конкурент плазерман тоже классный мультитул вопросов нет но как-то викторинокс он мне зашел больше он вручную доводится скругленные края удобнее и плоскогубцы держать по сути же удобнее хорошая штука пользуюсь постоянно вот по функционалу я рассказал ребята кто хочет нож за нож мне пишите тоже задайте кто хочет нож пишите в телеграм на электронную почту сделаем с этих стали нет однозначно а с этих стали мы сделаем но важно помнить что ножи ручной работы они не не могут стоить дешево одно дело это собрать все из болванок а другое дело придется вот эти вот все формы делать делать ручную и каждое лезвие здесь индивидуально а вот многими писал мастерам что вот мне надо такое они мне скидывают присылают работы кто что и человек тоже присылал там по 70 по 8 по 100 тысяч красиво вопросов нет классно очень круто смотрится но нет функционала мне не нужен нож за 100 тысяч которого нет функционала весь его функционал перезать колбаску лежать будет стоять на полочке и влюбоваться нет мне я к вещам вообще отношусь очень избирательно причем какую-то вот я понял что мне нужна какая-то вещь вот я понял мне нужен топор раньше у меня фискарс я носил с собой потом гардена да классно но если у тебя немного позволяет то тебе хочется такой топор который во-первых будет закрывать функционал и им будет приятно работать то есть будешь получать удовольствие к вещам отношусь избирательно долго изучаю потом покупаю и юзаю ее на все 100% ну в пределах разумного конечно не там я знаю для чего я ее купил как этой вещей пользоваться и чтобы она закрыла максимальный функционал который мне необходим по инструменту по заточке сеты чем пользоваться будет дальше пойдем в мастерскую по заточке мою ребята чтобы был полный блок по ножам я вам хочу рассказать по углам заточки чем каким инструментом я сам пользуюсь если вы себе приобрели охотничий нож с хорошего порошка углеродка это либо нержавейка нужно понимать что вам нужен будет либо заточник кому вы будете отдавать либо точить сами у меня здесь заточника нету поэтому я это все себе покупал значит точилка у меня профиль давно уже служит несколько лет года 4 наверное нужен у меня есть и природники но как практика показала вот этого сета вполне достаточно обычные веневские алмазы 200 160 160 125 100 на 80 50 40 20 14 75 и 32 10 также имеется два алмаза на USB связки эти работают на масле эти работают на сухую это огромный плюс и точат ножи очень классно вам их хватит на до конца жизни вот у меня есть еще природники яшма вашита чарли форестер yellow lake удовольствие не из дешевых скажу сразу вот эти 4 камни стоят больше чем весь этот сет дальше ну это у меня здесь таблицы по заточкам в зависимости какие функции там ножи топоры ножницы выполняют зернистость в принципе вам это не нужно расскажу то что для вас главное брусок брусок с кожей алмазные пасты ну на в общем керамические этот самый керамический брусок направку мне круглые больше заходят в них легче поймать угол меньше швиц гриб 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 это американец не знаю сейчас можно его где-то купить нет углы заточки 36 градусов я выставляю но у меня большой опыт значит угол заточки для охотничьего ножа мне какие зашли углы 36 тире 40 но это на обе стороны если на каждую сторону править соответственно 18 20 у кого большой опыт 36 градусов у кого опыт маленький либо вообще нет 40 чем больше угол заточки он позволяет сглаживать различные грехи углеродистые стали они но они крохкие поэтому имейте это ввиду и ножи с углеродистыми сталями я советую только тем людям у которых хороший опыт они понимают как пользоваться этими ножами для чего они и как за ними ухаживать в принципе все по этому блоку что будет непонятно задавайте спрашивайте пишите вопросы я отвечу у Продолжение следует...